Всем привет, друзья! Орус Россия на связи. В этом видео мы бы хотели рассказать вам, как можно установить созданные нами высокопроизводительные твердотельные накопители в ваши не менее мощные PlayStation 5. Перед тем, как мы начнем, у нас для вас отличная новость. На все твердотельные накопители, которые будут принимать участие в этом видео, распространяется эксклюзивная 15% скидка для зрителей нашего канала. Промокод вы можете найти по ссылке в описании, а также узнать подробнее спецификации устройств. Торопитесь, срок акции и количество товара ограничено. Для совместной работы M.2 накопителей и PlayStation 5 в России требуется обновление от сентября 2021 года. Хочу заметить, что на момент выхода видео доступна только предварительная версия обновления в ограниченном числе регионов. Мы обратились в официальное сообщество Sony для получения дополнительного комментария. По словам Sony, обновление для российского региона с поддержкой M.2 накопителей выйдет в начале или середине сентября 2021 года. Так что накопитель со скидкой вы можете приобрести уже сейчас, а вот задействовать его получится только через некоторое время. PlayStation 5 поддерживает установку твердотельных накопителей только с шиной PCI-Express 4.0. Из нашего широкого ассортимента для установки подойдут AORUS 7000S, AORUS NVMe Gen4 и AORUS Gen4. Объем всех накопителей может достигать до 2 ТБ. А две первые модели также оборудованы радиаторами, что продлевает их срок службы и предотвращает понижение производительности из-за перегрева при длительных игровых сессиях. Дополнительный накопитель позволит расширить интегрированное пространство до 4 ТБ. Напомним, что в консоль встроено 825 ГБ памяти. Часть этого пространства занимает операционная система и в конечном итоге для установки игр остается всего 667 ГБ 200 МБ. При этом размер игр может достигать целых 133 ГБ. Рекомендуем вам задуматься о покупке накопителя от AORUS для расширения свободного пространства для установки игр. Все перечисленные модели SSD были протестированы нами на предварительной версии прошивки. Устройства показали стабильную работу и максимальную производительность. Давайте перейдем к процессу установки накопителя. Для этого нам потребуется ровная поверхность и крестообразная отвертка. Выключите консоль, нажав на кнопку питания в течение 3 секунд. Затем отключите все провода от консоли. Расположите устройство на ровной мягкой поверхности горизонтально. Поднимите край боковой крышки и аккуратно нажав с другой стороны сдвиньте крышку. Она останется у вас в руках. Возьмите крестообразную отвертку и открутите защитную крышку. Отложите ее. Затем открутите фиксирующий винт с шайбой. Вложите накопитель в отверстие внутри консоли и подключите к разъему. Затем совместите открученный ранее винт и шайбу. Зафиксируйте им накопитель внутри консоли. Закрутите защитную крышку. Наложите и защелкните боковую крышку PlayStation 5. Подключите консоль и после первого включения будет произведено форматирование нового накопителя, которое займет несколько минут. Хочу заметить, что вы не можете заранее создать специальный раздел для PlayStation 5. После установки диск будет отформатирован полностью. Этого требует операционная система консоли. Теперь вы можете устанавливать игры или переносить уже установленные на ваш SSD. Если вы хотите извлечь накопитель из консоли и использовать его со своим ПК, с этим не возникнет никаких проблем. Повторите процесс, который мы уже продемонстрировали вам ранее. Не забудьте охладить консоль перед тем, как будете открывать крышку, чтобы не обжечься. Уверен, что данное видео будет полезно для многих из вас. Не забудьте о скидке по ссылке в описании. Это был Виталий Зорус. Увидимся в следующих видео.